всем привет кто меня смотрит и кому это будет интересно а будет интересно трем разным девочкам которые спросили о трех разных котлеях которые у меня из экваженеры как они адаптировались как они растут и вообще что с ними потому что некоторых давно не показывала спрашивали меня о котлее максима талу потом вот это павринджиано и еще один вот этот гибрид спрашивали об этих двух котлеях чуть раньше я обещала все рассказать показать и вчера поступил вопрос а вот этой котлее от орха колени с ютуба я сейчас прочитаю это сообщение и по порядку буду отвечать светик доброго времени суток очень хочу купить котлея вирджин де гуадалапе максима на аметистоглосу в эквадоре инфы про нее почти нет вот нашла твое видео оказывается ты ее приобрела растет хорошо цвела ли у тебя довольно растением буду рада паре строк про нее так сказать из первых уст не привередлива ли она извиняю за беспокойство просто в последнее время не везет на котлее то гнилье получу то сухарь и в помойку а хочется порадоваться максима тал и вистали свели у тебя шикарные а про эту даму не слышно отвечаю на твой вопрос как вчера и обещала быстро сделаю видео и еще две орхидеи в придачу в одном видео значит как я уже говорила экваженеру я очень люблю потому что все орхидеи у меня отлично укореняются приживаются растут и цветут практически все показывала кого не показывала можете спросить покажу как вот в этот раз есть у меня единственная только орхидея это перистерия лата которая никак не хочет расти в наш сезон весну растет в зиму а это меня не устраивает потому что я не хочу с ней возиться и создавать и специальные условия для роста вот и сейчас она спит а если начнет расти в зиму то поедет туда где ей зимой будет хорошо расти в общем возиться с ней одной у меня нет желания а так обычно перестраивается очень хорошо и быстро через год-два все орхидеи в мой сезон когда начинается весна и тогда проблем уже с выращиванием нет значит начну с первой которой был последний вопрос так вот она вот ее этикетка она у меня с марта девятнадцатого года значит после того как я получила естественно там все процедуры осмотры чем-то побрызгать чем-то покапать и посадила она сразу начала хорошо укореняться так же как и максима и висталис но ростов она не давала посадила я ее вот в такой горшок корней тут как видно много котлеи любят такую посадку она и сейчас хорошо наращивает корни но и растет слава богу новые корни старые корни ветвятся вот корни растут и в горшок и за горшок если максима и висталис сразу дали рост и и зацвели то это дало рост очень поздно она начала расти в зиму и вот это то что мы вырастили за зимний период почему такой рост потому что условий специальных я не создавала чтобы расти нужно тепло удобрения а у меня содержание зимнее совсем другое плясать если не захотела а на следующий год она то есть это зиму росла и как-то быстро она потом весной дала новый рост это вот этот вот этот рост дал вот этот и выкормил уже такой хороший даже выше чем предыдущая бульба была у нее то есть с последний который я купила это моя клопик выросла это это выросла дала чехол и в чехле уже были бутоны я рассказывала как я стратила с отоплением и много котлей с бутонами и не только котлеем с бутонами и с чехлами были и в этот момент они все покоричневели в общем все пропали жалко так потому что были орхидеи которые впервые должны были зацветать и она в том числе ну а теперь у нас вот новый рост такой хороший загоревший с очень хорошим таким толстым жирным основанием когда хороший такой толстый жирное основание то значит должен быть хороший мощный рост но естественно при условию того что будет много света тепла тут найдать это все вот в принципе все поливается по мере того как почти прослухала удобряется сейчас ну каких-то особенных таких плясок с ней нет в принципе она у меня вот как и максима выросла дала чехол в чехле начинается шевеление и должна была зацвести а дальше больше ничего не скажу очень интересный этот гибрид я его тоже брала вот интересно посмотреть бы на ее цветы потому что в интернете много разных вариантов цветения а мне хотелось чтобы цветы были похожи на аминтистоглосу с крапушками вот как у меня и вистали совсем не такая как в интернете показывали цветы в общем с ней все просто в принципе как и максима я смогу сравнить с максимой потому что максима у меня уже росли и цвели а аминтистоглоса у меня всего лишь вот как год пока растут но не цветут поэтому с ними сравнить не могу так 2 это максима то у это максима у меня тоже одновременно приехала в марте девятнадцатого года забирала я заказ этот сама ездила и она у меня цвела уже два раза и сразу после получения вырастила дорастила росли с которым и перешла зацвела в прошлом году сама цвела была посажена в очень огромный горшок из мюленбеки здорово там росла но у меня с местом вообще проблемы уже столько орхидей пришлось отдать продать поменяться и экономлю место я ее в этом году пересадила уменьшив жилплощадь ее и уменьшила ее тоже я вставлю ссылку в описании под видео ее цветение можно было посмотреть в каком огромном просто горшке наросла и в высоту и в ширину и в диаметре пришлось ее оттуда просто выдирать много корней осталось там в горшке но она уже хорошо укоренилась вот я ее могу взять вот это проволоку надо уже ее просто снять потому что это были распорки которые ее держали крепко чтобы она не качалась и это уже ей не надо вот обрезала ей заднюю часть которая тоже сейчас растет сейчас покажу так ладно это я потом сделаю задняя часть вот я отрезала и заднюю часть и в качестве эксперимента я пробовала на ней новые свои средства для роста для корней в общем набухала у нее я как-то в каком-то видео показывала то ли стрим это был в общем можно будет посмотреть кому интересно я я замачивала ее в этих всех средствах было набухших две почки но так как я и ожидала начну одна начнет расти я ее проверила средства работают и хотела уже выкинуть но показала у нас в группе и одна девочка тоже тут в германии она ее покупала и она у нее не выжила и говорит свет пожалуйста посади ее укорени а я у тебя ее куплю в общем я вижу вот уже корни начинаются расти и сегодня я ее посажу еще раз обработаю ну а потом осенью поедет ленчик она к тебе потому что место что меня на эти прыщики нет но это будет сразу молодое растение и года до цветения наверно три-четыре будет в зависимости от того как выращивать вот такая уже почка при пересадке я ей тут случайно обломала рост и больше она ничего не дала а сейчас у нас вот молодой рост и он уже с чехлом значит в этом году цветение будет редкая я может быть на следующий год резому ей чекану чтобы больше было цветы конечно не очень красивые впечатляют крупная лошадка никаких проблем в уходе она мне на улице поливается дождями в таком притяненном месте от прямого солнечного света а после обеда на получается уже солнышко вот так вот в общем ничего сложного пока растет вот удобрение пока тепло ну в этом году у нас не такой уж теплое лето но тем не менее растут и дает чехлы а дают чехлы не значит что зацветет значит третья котлея я ее получала это вот такая и она приехала ко мне почтой потому что эту орхидею алекс обещал моему мужу и никак не мог ее на выставку привезти поэтому отправил почтой я вставлю ссылку в описании под видео какая она пришла там она была в пакете полиэтиленовом были гнилые листья у нее в общем я ее немножко подлечила пообрабатывала листья еще некоторые она скинула ну и вот она и есть значит в первый год она тоже начала расти в зиму поздно то есть в сентябре я ее получила и начала на поздно расти и и она у меня вырастила вот эту псевдобульбу маленькую такую тоже в общем я особо не заморачивалась с ней и вот еще одна мелкая и вот еще одна мелкая в прошлом году она дала три новых роста и очень хорошо начала расти именно в сезон весной и тоже должен дала чехлы и в чехлах уже были бутончики небольшие вот видно точно так же пропали как и в предыдущей котлее третий вот третий вот эти росты выросли меньше чем родительские она тоже крупная но меня вот такой размер больше устраивал и чтобы она цвела сейчас она тоже растит новых четыре роста так она была тоже у меня посажена сначала в одном горшке вот в чем она приехала так я и посадила не трогала а в прошлом году я ее пересадила вот один рост вот с таким хорошим уже тоже основанием это будут хорошие вот это вот уже хорошее основание просто за горшком не видно вот один рост вот этот какой-то мелковатый и вот еще один прополоть ее надо у меня тут уже и папоротники начали расти вся эта трава вырвешь вверх она сама насевается но на такой хороший маркер насколько влажно в горшке и с ее корнями корни орхидеи хорошо уживаются хорошо живут в общем вот так вот живы здоровы все процвели бы но я стратила и поэтому не процвели надеюсь процветут в этом году конечно очень хочется увидеть светение вот этой орхидеи надеюсь что все таки процветут они в этом году вот такие то дела в общем еще раз скажу что все орхидеи которые я получала из экваженеры проблем у меня с ними нет единственное оно это я считаю мелочи когда они растут в свой сезон перестраиваются все таки они с другого полушария совсем с другой климатической зоны и так бывает часто некоторые орхидеи могут перестраиваться и два и три и четыре года терпение и еще раз терпение но эти всегда перестраиваются быстро и хорошо растут все которые там покупала показывала ну и на этом все как всегда всем хорошего настроения удачи всегда и везде пока 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 пока